Автобус и легковушка не поделили дорогу в братские столкновения. Произошло на автодороге ГЭС вечером. По предварительным данным, 40-летний водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в автобус. В момент аварии в общественном транспорте находились 29 пассажиров. Никто из них, в том числе и шофер, не пострадали. А вот водители легковушки с травмами на скорой увезли в больницу. Причины ДТП пока устанавливают полицейские. Здравствуйте! Рабочая неделя подходит к концу. И мы рады вместе с вами подвести итоги этого дня. В эфире новости по будням. Значит, впереди вас ждут полчаса интересной и важной и актуальной информации. О чем именно пойдет речь, вы узнаете из коротких анонсов основных тем от моих коллег. Чем ближе лето, тем больше детских травм. В Иркутской области за сутки сразу трое детей получили открытые переломы пальцев на уличных тренажерах. Через минуту разберемся, с чем связаны такие травмы и как можно избежать во время игр неприятного больничного продолжения. В Иркутске продолжается борьба с дорожными ямами. С начала недели временный ремонт прошел уже на 10 улицах. Но жители жалуются, что его не хватает и на несколько дней. Почему так происходит, выясняем сегодня. Сегодня также узнаете, когда в Иркутске начнется прием документов в Суворовское военное училище. Сколько человек планируют туда набрать и какие требования кандидатам будут предъявляться, сообщим в программе. В конце программы вас ждет подборка добрых и интересных новостей. Мы расскажем, как дошкалят в Усули-Сибирском заменили поваров в детском саду и какой танец исполнил медведь в одном из нас парков. Теперь о событиях дня подробнее. С приходом в Прибайкале тепла дети все больше времени стали проводить на улице. И порой это оборачивается травмами. Сразу трое ребят из Иркутска и Шелихова за сутки получили травмы во время игр на уличных тренажерах. Как обезопасить детей и себя от таких опасностей разбиралась сегодня Дарья Эйвазова. Швы, гипс и ежедневные перевязки предстоят школьникам из Иркутска и Шелихова. За сутки сразу трое ребят попали в детский травмпункт областного центра с одной и той же травмой. Открытым переломом пальцев рук. Схожими оказались и обстоятельства происшествий. Все трое пострадавших получили свои травмы вот на таком эллипсоидном тренажере. Сейчас встретить такое можно практически в каждом дворе Иркутска. И казалось бы, хорошо, что такие площадки позволяют людям приобщиться к спорту. Только и дети, и родители порой забывают, либо даже не знают о правилах безопасности. Ведь тренажеры предназначены для занятий спортом, а не для игр. Они любят вставать на тренажеры вдвоем, параллельно друг к другу, и раскачиваться. Тем самым, не замечая, как руки могут соскользнуть, и в процессе качания их могут защемить движущиеся механизмы. Если держаться не за рукоятку, например, так, я не представляю, как это, но это будет нарушение техники безопасности, которая приведет, обязательно приведет к последствиям, к плачевным последствиям. Дети от трех до семи лет и вовсе могут находиться здесь только под присмотром. А старшие ребята, как и взрослые, должны соблюдать хотя бы элементарные правила. Они, к слову, написаны на табличке возле тренажеров. Но с приходом тепла дети все больше времени проводят на улице и зачастую без присмотра взрослых. При этом меняется не столько количество, сколько причины происшествий. Одна из самых распространенных опасностей – риск падения ребенка с балкона или из окна. Кроме того, в регионе все чаще дети страдают из-за транспорта. У нас появляется теперь еще и проблема – это самокаты. Я бы родителям рекомендовала все-таки внимательно относиться к вот этому виду транспорта, потому что так и дети сами себя подвергают опасности, и вот возможность наезда на пешеходов – это тоже случается и нередко. Ну и в целом, если про правила дорожного движения говорить, учащаются случаи, когда у нас дети берут автомобили родителей и катаются на них. И в этом году уже были ДТП с участием несовершеннолетних за рулем. Да и в целом в летний период, когда дети часто предоставлены сами себе, риск травм растет. Поэтому задача родителей – научить детей интересно, но безопасно проводить время на улице. Нарья Эйвазова, Андрей Назаров, Владимир Пинаев. Новости по будням. С приходом тепла в Иркутской области не только становится больше инцидентов с детьми, но и в регион возвращается горячий сезон. За минувшие сутки в лесах Прибайкалия потушили четыре пожара. Горели деревья в Нукутском, Куйтунском, Нижнеудинском и Тулунском районах. 14 апреля тайга горела в двух местах. Один пожар возник в пяти километрах от Тулуна. По данным правительства региона, всего за два дня огонь поел 116 гектаров леса. Предварительной причиной двух пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Таким риском сейчас готовятся в Прибайкальском национальном парке. С 15 апреля все специалисты будут пристальнее следить за обстановкой в нескольких лесничествах. Речь про Ольхонский район, в том числе сам остров. Там в степях снег почти сошел, земля и трава высохли, поэтому могут возникнуть возгорания. Чтобы этого избежать, специалисты заповедного Прибайкалья проводят беседы с местными жителями и предупреждают туристов о правилах поведения в заповедной территории. Соблюдать требования правил пожарной безопасности, не разводить костры, как значит на степных участках, так и в лесу, вне отведенных для этого местах. Те граждане, которые получают разрешение в электронном варианте, прямо к разрешению идет приложение о правилах пожарной безопасности в пожароопасный сезон на территории Прибайкальского национального парка. Сохранять важно не только заповедные леса, но и в целом все таежное богатство региона. Поэтому в Иркутской области решается вопрос о выделении дополнительных денег на ремонт спецтехники, которая помогает людям в тушении огня. Нужны еще 64 миллиона. Это позволит капитально отремонтировать машины. И тогда средств пожаротушения станет больше. А новая техника уже тоже готова к защите деревьев. В этом году в регионе приобрели 28 машин, в том числе вездеходы повышенной проходимости. Все они уже находятся на рабочих местах, то есть в лесопожарных формированиях. Угрожает лесам региона не только огонь, но и вырубка в Керенском районе. Осудили очередных черных лесорубов. В 2017 году работники лесничества, воспользовавшись в служебном положении, с нарушениями заключили договор с бизнесменом о продаже древесины на нужды местного населения. Для работы наняли бригаду лесорубов. В итоге за три года они заготовили более 11 тысяч кубометров древесины. Сумма ущерба составила 22 миллиона рублей. Теперь же сотрудники лесничества и их соучастники проведут в колонии общего режима от 3 до 5 лет. Тем временем в Качугском районе под угрозой уничтожения оказались не деревья, а тальминские писаницы и несколько стоянок древнего человека. Первыми тревогу забили местные жители и археологи. Они обнаружили вблизи скал с петроглифами, скважины со взрывчаткой, поваленные деревья и отпечатки тяжелой техники. При этом тальминские писаницы по значимости не уступают шишкинским. Возраст древних рисунков составляет от 8 до 12 тысяч лет. Археологи в шутку называют петроглифы древними соцсетями. Так наши предки фиксировали значимые события жизни и свое видение мироустройства. Вокруг также расположено сразу несколько стоянок древнего человека. Рядом с ними как раз и провели взрывные работы. Местные передали информацию общественникам, так о ситуации узнали надзорные органы. Прокуратура Иркутской области организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о проведении взрывных работ в Качугском районе вблизи археологического памятника. В ходе проверки прокуратуре будет дана оценка исполнению требований природоохранного законодательства. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также проверку начал Следственный комитет. Специалисты уже работают на месте. Также там побывала служба по охране объектов культурного наследия. Выяснилось, что взрывные работы повредили стоянку Хартей-2. Площадь разрушения 600 квадратных метров. Восстановить участки не удастся. Подрядчик, проводивший работу, получил предостережение, а заказчика устанавливают. Было ли у них разрешение на работу, пока неизвестно. По оценкам археологов, местные стоянки датируются Бронзовым веком. Писаницы же пока не пострадали. Но археологи беспокоятся, что взрывы могут ускорить естественные процессы разрушения памятников. А еще создать угрозу для местных жителей и туристов. Но больше всего специалисты опасаются, что эти петроглифы постигнет участь манхайских. Эти скальники с символами Бронзового века в Усть-Ардынском районе уничтожены. Порой такие же хрупкие, как и археологические объекты, бывают дороги. После зимы они буквально рассыпаются под колесами машин. В Иркутске исправить ситуацию пытаются ямочным ремонтом. Но у жителей очень много вопросов к качеству работ. Поэтому общественники города отправились в рейд по улицам, где дорожные раны уже залечили. К рейду присоединилась и наша съемочная группа. Напоминание о ямочном ремонте, частично залатанные дыры и мелкие камешки по всей дороге. Вот так сейчас выглядит улица Ржанова в Иркутске. Несколько дней назад здесь побывала дорожная техника. А рабочие восстанавливали полотно струйно-инъекционным методом. Правда, такое решение приходится по вкусу далеко не всем местным жителям. Причем не только водителям, но и пешеходам. Понятно, что надо асфальтировать, а не засыпать. Что это крошка? Она вот засыпает, а потом подметут и все. И опять ям. Проверить работу дорожных служб сегодня решили общественники. Мы присоединились к их рейду. И как раз улица Ржанова наша первая точка. Ситуация интересная. Здесь рядом с залатанными дырами есть и открытые дорожные раны. Мы со своей стороны, конечно же, напишем письма и в администрацию, и в надзорные органы с просьбой разобраться в ситуации и исправить. Потому что, ну, это, конечно, никуда не годится. Когда недостаточно связующего, например, в смеси, которая загружается вот в эту яму. Либо когда яма, ну, на моих глазах даже было несколько раз, я видел, что в яму с лужей загружают вот эту вот смесь. И как бы оно ни к чему не приводит. Ремонта как такового его не происходит. Возможно, на недолговечность ямочного ремонта также влияют и погодные условия. Температурные качели в Иркутске не прекращаются. После улицы Ржанова отправляемся на другие дороги, где на этой неделе, по сообщениям мэрии, была спецтехника. И здесь нас ждало непредвиденное. По отчету Дорожной службы нам известно, что в общей сложности с начала недели ремонт был произведен на 10 улицах. Мы побывали уже на 4 из них и только на одной нашли заделанные ямы. Почему же другие дороги были включены в список, нам не ясно. Возможно, ям на этих участках и не было. А возможно, их просто очень профессионально залатали. Хочется надеяться на второе. Тем временем сейчас в Иркутске уже началась подготовка к ремонту большими асфальтовыми картами. И, скорее всего, именно такой способ борьбы с выбоинами будет наиболее эффективен. Ведь от ямочного ремонта достаточно быстро не остается и следа. Анастасия Смирнова, Павел Рютин. Новости по будням. Приводить в порядок нужно не только дороги, но и общественное пространство. Преображаться наши города, деревни и поселки будут и в этом году. Но в регионе уже строят планы на 2024. Поэтому 15 апреля в Иркутской области стартует всероссийское голосование за общественные территории, которые благоустроят в следующем году. По итогам опроса будут выбраны 25 мест. Участвовать в голосовании будут поселки и города, в которых живут более 20 тысяч человек. Всего 18 муниципалитетов. Исключение сделали лишь для Байкальска. Хоть там и население меньше, но у его жителей также есть возможность выбрать места, которые нужно преобразить. Отдать свой голос смогут даже дети с 14 лет. Выбрать можно только один проект. И, вероятно, сделать это будет непросто. Дизайн проекта подготовили для 61 пространства. Для голосования создадут специальную платформу. Она заработает 15 апреля. Продлится опрос до 31 мая. А итоги подведут уже в первых числах июня. Создание проектов по сохранению экологии для Прибайкалья в приоритете. Но чтобы воплотить их в жизнь, нужна финансовая поддержка. Как ее можно получить, узнаете в следующем материале. Исследовать работу солнечных фотоэлементов в прямом смысле под разными углами позволяет специальный поворотный механизм. Это ноу-хау иркутских ученых. Аспирант Максим Гирьятович возглавит только что открывшуюся экспериментальную лабораторию возобновляемой энергетики. Одна из задач – передавать накопленные знания по данной теме подрастающему поколению. На нашем опыте дети обучатся. И в будущем, я думаю, им пригодится. Потому что специалистов в этом направлении очень мало. У нас в регионе сейчас тоже это направление только развивается. И если ребенок в 11 классе будет знать, для чего это, как собрать, как разобрать и как подключить, это у него будет светлое будущее. Открыть лабораторию и начать работу в этом направлении Максиму Гирьятовичу помогла победа в грантовом конкурсе эко-проектов «Н-Плюс». На выигранные в прошлом году средства было закуплено необходимое для лаборатории оборудование. В условиях современной экономики, рыночной экономики, возобновляемая энергия имеет важное значение. Прежде всего, это энергоресурсы. Она позволяет выстроить экономику в совсем другом ключе. Она позволяет изменить себестоимость и рентабельность. И, конечно же, позволяет решить очень многие вопросы экологии. Исследование энергосберегающих технологий с целью сохранения тепловой и электрической энергии, воды и топлива тесно связано с экологией и окружающей средой. Именно поэтому этот проект интересен не только своей научной составляющей, но и экопросветительской. Грантовый конкурс экологических проектов «Российский энергохолдинг» проводит уже четвертый год подряд. С 2020-го на конкурс поступило более 400 проектов по сохранению окружающей среды. Бережное отношение к природным ресурсам и забота об экологии – одно из ключевых направлений для компании, как это и обозначил ее основатель Олег Дерипаско. В этом году общий фонд грантового конкурса составляет 13 миллионов рублей. На победу претендует свыше 200 экоидей. Каждую оценит экспертная комиссия. На основе ее мнения составят шорт-лист. Ожидается, что финансовую поддержку в итоге получат около 30 проектов. Лучших назовут в мае. Олег Федоров, Виктор Черкашин. Новости по будням. А уже сегодня, 14 апреля, в Иркутске началась подготовка к приему документов для поступления в Иркутское Суворовское военное училище. Кандидаты и их родители смогут сделать это уже до конца апреля. До 1 июня планируют набрать три группы ребят по 60 человек в каждой. И, возможно, именно это событие станет одной из самых обсуждаемых новостей уходящей недели. Кандидатов в юный суворовцы ждет ряд испытаний. С 1 по 15 июля вступительные экзамены по русскому и иностранному языкам, а также математике. Проверят уровень физической подготовки, а также оценят общественные, творческие и спортивные достижения. Кроме того, эксперты определяют психологическую готовность кандидатов к обучению в училище. Документы на кандидатов будут принимать в военном учебном центре Ирнитыу. Руководит центром Владимир Кобзарь, несмотря на плотный график, он нашел время, чтобы обсудить с нами самые интересные и важные события этой рабочей недели в рамках нашей рубрики «Обсудим». Неделя началась с сообщения о нападении стаи бездомных собак на 7-летнего мальчика. Ребенка с многочисленными рваными ранами госпитализировали. После происшествия сотрудники питомника К-9 отловили 14 особей в том районе. Меня самого собака в свое время в детстве кусала, и она меня начала кусать, когда я начал от нее убегать. А за собаками бродячими, конечно, нужно и стерилизовать их, и отлавливать. Во вторник многие обсуждали новый вид мошенничества. С помощью QR-кодов аферисты выманивают у людей личные сведения, а после заполучают их деньги. На этой неделе подобные случаи мошенничества произошли и в нашем регионе. Мошенники – это профессиональные психологи, с ними не надо разговаривать. Если у вас только появилось сомнение, вы должны сказать «хорошо, спасибо» и перезвонить в ту организацию, от которой они звонят. В среду стало известно, что в Иркутске создается серия видеоуроков для школьников. Социальный проект назвали «Беседы на закрытые темы». Его главная цель – рассказать подросткам, как заботиться о своем здоровье, чтобы избежать проблем в будущем. С молодежью надо, конечно, работать, надо обучать. Это наше будущее нашей страны. И если они не будут свое здоровье с молоду хранить, то у нас не будет будущего. В четверг мы рассказывали о том, что сразу два автомобиля провалились под лед на Братском водохранилище. Никто не пострадал. Всего в регионе было зафиксировано 11 провалов машин в зимний период. Я сам лично сталкивался, ну, так же на зимней рыбалке, когда ему говоришь, вешки стоят туда не на. И то машина раз ушла, я таких людей сам персонально знаю. Ну, у них какой-то стирается инстинкт самосохранения. Конец недели и радостная новость. Сегодня началась подготовка к приему документов в Суворовское военное училище в Иркутске. Набор ребят проведут в 5-е, 6-е и 7-е классы. Список документов для поступления можно посмотреть на сайте Министерства обороны. В понедельник руководитель Суворовского училища будет встречаться с министром образования Иркутской области. Скорее всего, ему будут в помощь командированы специалисты по отбору. И я думаю, что через неделю, в принципе, те, у кого уже готовы документы, они могут будут, ну, приносить вот сюда по адресу Карла Ливнева до 153. Владимир Кобзарь, Олег Федоров, Виктор Черкашин. Новости по будням. Новый адрес, такой нужный и полезный, теперь могут запомнить жители Хамутова. Ведь теперь не нужно ехать в областной центр, чтобы решить очень важный вопрос. Подробности в рубрике «Ценный выбор». Теперь в шаговой доступности. Чтобы решить вопросы энерготеплоснабжения, жителям Хамутова больше не надо ехать в областной центр. В распоряжении сельчан удобный современный офис Иркутско-энергосбыта. На этой неделе директор компании лично рассказал посетителям, как устроена работа отделения. Мы провели, собственно говоря, глобальную реконструкцию и сделали офис в том виде, в котором вы его видите. Собственно говоря, он ничем не отличается от офисов, которые в городе Иркутске. Та же электронная очередь, те же возможности записи электронных сервисов и так далее. Хамутовский офис задумывался как одно из эталонных подразделений Иркутско-энергосбыта. Даже рабочие места здесь оборудовались так, чтобы сотрудники обслуживали клиентов быстро, ни на что не отвлекаясь. При этом сейчас большинство коммунальных вопросов жители Хамутова предпочитают решать не в офисах, даже таких комфортных, а при помощи цифровых сервисов Иркутско-энергосбыта. Передать показания счетчиков, контролировать состояние счета может любой желающий в режиме онлайн, не отрываясь от дела забот, которых на селе всегда хватает. Ольга Данильчик, Ольга Полянская, Владимир Пинаев. Новости по будням. Хватает сейчас забот многим жителям Прибайкалия. Приближается Пасха, важный христианский праздник. Люди готовятся к нему заранее. К примеру, покупают продукты к праздничному столу. И в 2023 году он стал намного дороже, чем в 2022. Этот праздник не обходится без куличей, творожной пасхи. И почти все ингредиенты для этих блюд подорожали. Изюм вырос в цене в 2023 году больше всего. Это выяснили специалисты Иркутск-Стата. Цены сухофруктов в регионе подскочили на 20%. На килограмм придется отдать 402 рубля. Значительно выросла и цена на соль сразу на 19%. Сливочное масло и творог стали дороже почти на 8,6%. Соответственно, мука на 3%. Килограмм в среднем по области стоит 47 рублей. Цены на сметану тоже изменились со знаком плюс. Но и традиционно перед Пасхой всегда дорожают яйца. Они растут в цене уже несколько недель. Но есть и позитивные изменения. Сахар, наоборот, стал дешевле. Сразу на 15%. Подсолнечное масло на 5%. Вот такая пасхальная математика. Творческий подарок в честь праздника подготовили для горожан в Иркутске. В областной столице 16 апреля стартует 15-й театральный пасхальный фестиваль. На сцене театра «Кукол» три дня будут выступать детские и юношеские коллективы из разных городов области. А посетить их представления могут бесплатно как маленькие зрители, так и их родители. Всего на фестиваль в этом году подали заявки 28 любительских коллективов. Из них выбрали 15 самых лучших, которые представят свои постановки иркутянам. Представления будут проходить утром, днем и вечером. Спектакли рассчитаны на разных зрителей, школьников, младших и старших классов. Откроется же фестиваль премьеры и постановки «Принцесса Крапенко». Это представление подготовили сотрудники театра «Кукол», чтобы дать старт масштабному событию. Спектакли будут идти бесплатно для всех зрителей, для всех желающих. Но для того, чтобы попасть на спектакль, нужно позвонить либо к нам в кассу, либо в администраторскую. У нас указаны телефоны на нашем сайте. И записаться предварительно, чтобы прийти в нужное время на нужный спектакль, чтобы мы выписали билетик входной. И можно без проблем посетить любые спектакли этого фестиваля. Прямо сейчас расскажем о достижениях спортсменов в Иркутской области. А после вы узнаете, кто такие послы гостеприимства и как «Терминатор» стал дорожным рабочим в США. Мини-футбольный клуб «Ир Аэро» вышел в полуфинал высшей лиги. Наша команда в серии до двух побед встречалась с Норманом из Нижнего Новгорода. Переиграв эту команду в гостях, иркутяне на родном паркете просто не оставили шансов оппоненту. Об этом свидетельствует итоговый результат 11-5. Самым результативным нашей команде оказался Роман Адамов. На его счету 4 мяча. Ну а Сергей Якимов удостоился бронзовой медали всероссийских соревнований по вольной борьбе. На турнире, который составился в городе Мирный, наш земляк выступал в весовой категории 70 килограммов. В ней он уступил только спортсменам из республики Саха-Якутия и занял третье место. Иркутск готовится принять очередной межрегиональный турнир. Точнее, даже два. В столице Прибайкалья пройдет чемпионат и первенство по бильярдному спорту с 28 апреля по 4 мая. Вход для зрителей свободный. Олег Федоров, Данил Седов. Новости по будням. Наша землячка, кинодокументалист Полина Степанова стала участницей всероссийского конкурса «Я живу в России». Жюри будут оценивать ее ленту об Иркутском музее на свалке. Конкуренция на конкурсе большая. Свои работы представили журналисты, фотографы, режиссеры, дизайнеры и блогеры из 60 регионов. Поэтому пожелаем Полине удачи. О других интересных новостях со всего света расскажем в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте. Очередная рабочая неделя подходит к концу, но в плотном информационном потоке мы могли пропустить пару добрых новостей и интересных новостей. Предлагаю это сейчас исправить. Новая должность появилась в регионе – послы гостеприимства. В задачи таких специалистов входит развитие туристического сообщества, взаимодействие с государственными и бизнес-структурами и общественными организациями. Первыми послами гостеприимства в Прибайкале стали три иркутянина. Все они уже долгие годы занимаются туризмом и их наработки должны улучшить эту отрасль. Заботятся о здоровье с самого детства в Уссули-Сибирском. Там в одном из детских садов прошел необычный конкурс. До шклята готовили салаты и бутерброды, используя исключительно полезные продукты. Единственным исключением в меню стал торт, который приготовили ребята к завершению конкурса. Каждое блюдо оценивали шеф-повар детского сада и независимый эксперт. Главная задача проекта – объяснить подрастающему поколению, что полезная пища тоже может быть вкусной. Проснулся, потянулся, вкусно поел и приступил к важному ритуалу медведя в национальном парке Башкирия. Косолапый начал исполнять свой знаменитый танец. Потереться от дерева после продолжительного сна для медведей – это святое. Так они заявляют жителям леса о своем присутствии, оставляя на коре свой запах. А еще таким образом мишки смолят свою шерсть, чтобы защититься от укусов насекомых и паразитов. А вот следующую сцену себе и никто представить не мог. В США ремонтом дорог занялся Терминатор. Ну, точнее, не Терминатор, а знаменитый актер Арнольд Шварценеггер. Артист и культурист, как и многие жители Калифорнии, оказался крайне недоволен темпами проведения ремонтных работ на дорогах. Поэтому железный Арни решил все сделать сам. Он вооружился лопатой и залатал яму на одной из улиц. Увлекательных вам выходных и увидимся на следующей неделе. Пока!